Всем привет! Миллионные гонорары и звездный статус позволяют знаменитостям диктовать свои требования. Знаете ли вы, что Барбара Стрейзен настаивает, чтобы унитазы в ее номере были усыпаны лепестками роз, а Эдди Мерфи настолько боится микробов, что никогда не прикоснется к начатому тюбику зубной пасты и не возьмет в руки мыло, которым уже кто-то мыл руки до него. Сегодня предлагаем подборку самых странных райдеров зарубежных и российских знаменитостей. Гвинет Пелтроу считается одной из самых несносных звезд эпохи Нового Голливуда. Пиджей, как и многие, опасается микробов, и в своей борьбе с ними она не остановится ни перед чем. Гостиничный номер голливудской блондинки должен быть стерильным, полотенце и туалетная бумага – новыми и только от определенного производителя. К ванной комнате Гвинет предъявляет особенные требования. Ванну, раковину и душевую кабину помощники звезды моют и высушивают. Засохшая капля воды на створке душевой кабины способна вывести актрису из себя и тогда не поздоровится никому. Сантехника в гостиничных номерах беспокоит и Бьонсе, но поп-дива не считает нужным беспокоиться о том, чтобы кто-то мыл унитазы и ванну. Перед прибытием суперзвезды всю сантехнику просто заменяют на новую. Супруг Бьонсе Джей Зи, один из самых влиятельных музыкантов и владелец многомиллионного состояния, видимо, никак не может забыть свое полунищее детство. В райдеры мистера Шона Картера, а именно так в миру зовут рэпера, обязательно указывается, что посуда, из которой ест звезда, должна быть фарфоровой, а столовые приборы – из серебра. Главный голливудский чудак Билли Боб Торнтон, напротив, ненавидит серебро и требует, чтобы столовые приборы были одноразовыми. Антикварная мебель и предметы старины внушают плохому санте настоящий ужас, ведь они хранят энергетику своих прежних и давно умерших хозяев. В райдеры бывший муж Анжелины Джоли указывает, что он не должен соприкасаться со старыми вещами и ни в коем случае видеть портреты британского политика, жившего в XIX веке. Может быть, когда-нибудь мы узнаем, почему старина Билли так боится лорда Дизраэли. 24 белые розы, 24 бутылки с водой без газа и черные полотенца в количестве почему-то 25 штук требует Дженнифер Лопес. Мебель в номере звезды должна быть белого цвета, а приехав в Киев, Джей Ло попросила заклеить окна. Розы в номере певицы меняет три раза, а ее личный помощник тщательным образом проверяет номер на наличие жучков и скрытых камер. Мерлин Мэнсон отличается от своих коллег скромными, но неожиданными требованиями. В номере рокера должен быть кондиционированный воздух, 20 килограммов льда в кубиках, разноцветные мармеладные мишки и обезжиренное молоко. Трогательно, не правда ли? Почетное место в нашем списке по праву принадлежит Тому Крузу. Звезда вселенского масштаба, адепт учения Рона Хаббарда. Том считает, что именно саентология помогла ему добиться головокружительного успеха и в райдере он указывает, что на случай прибытия высшего духовенства церкви саентологов должны быть готовы номера люкс или построен отдельный комфортабельный шатер, если съемки ведутся на природе. Также к странностям Тома относятся требования обклеивать номера газетными вырезками, свидетельствующими о его успехах, и фотографиями, на которых он выглядит счастливым. Звезда впадает в ярость, если хотя бы на одном фото он излучает недостаточное количество радости. Многие находят несколько странным требование Тома закупать не менее 50 комплектов нижнего белья из специального материала, обеспечивающего ему максимальный комфорт во время съемок. Отправляясь на гастроли, Мэрайя Керри обязательно указывает, что ей необходим человек, который будет подбирать за ней жевательные резинки. А еду она ест только фиолетового цвета. По мнению певицы, наличие антоцианов в баклажанах, винограде, черносливе и цветной капусте способно предотвратить старение звездного организма и обеспечить ее необходимым количеством энергии. Кроме фиолетовой пищи, Мэрайя требует 5 бутылок шампанского кристалл и отдельную комнату с ванной для собаки. Патрисия Касс тоже берет на гастроли любимую собачку, которая питается исключительно свежей телятиной. Правда, в отличие от Мэрайи, Патрисия предпочитает баночное светлое пиво в количестве 6 штук. А еду она должна выбрать из меню, состоящего из 6 блюд. Тейлор Свифт пьет только пиво Нью Кассел, и в ее номере должно быть 12 бутылок напитка. Кроме этого, Тейлор указывает обязательное наличие свежего тыквенного пирога из Starbucks и авокадо. После того, как Бритни Спирс встала на путь трезвости и бросила пить, она просто помешалась на здоровом питании. Однако свежие фрукты и овощи, козий сыр и минеральная вода – ничто по сравнению с другими требованиями Бритни. В своем райдере певица указывает, что на сцену из гримерной она обязательно должна отправляться на гольф-машине, даже если расстояние всего несколько метров. А еще звезда устроит скандал и подаст в суд, если хотя бы один человек из обслуживающего персонала не будет одет в одежду белого цвета. Около 20 страниц занимает райдер ветерана рок-сцены и гиппопа. Кофемашина, кондиционер, мебель определенного образца и обязательный ужин на 10 персон. Вполне себе скромные требования для звезды такого масштаба. Но указание, что на ужине должен быть актер, который будет развлекать компанию шутками в духе Боба Хоупа, про голливудский нравы и гольф, все же настораживает. Известно, что однажды Игги потребовал, чтобы на ужине присутствовали семь актеров-карликов, одетых, как диснеевские гномы. И не забудьте про эти остроконечные шляпы, лично напутствовал музыкант организаторов концерта. Еще одна рок-легенда, нестареющий Миг Джаггер поразила организаторов его московского шоу требованием обязательного наличия столов для снукера и запретом привлекать спонсоров, занимающихся продажей или производством сигареты алкоголя. Из напитков Миг теперь предпочитает только минеральную воду без газа и почти ничего не ест. Эх, а ведь были времена, когда райдер Рокера включал не менее 100 бутылок шампанского, килограммы черной икры и жареных перепелок. Штаб Мадонны состоит из 200 человек, и принимающая сторона обязуется обеспечить весь персонал звезды комфортными условиями с учетом их пожеланий. Личные требования Мадонны включают наличие воды из тайных израильских источников, соль мертвого моря, свечи и орхидеи со стеблями определенной длины. После того, как звезда покинет временное пристанище, ее помощники обрабатывают номер и гримерную, чтобы ДНК не завладели мошенники, которые могут клонировать мировую знаменитость. В течение суток после обработки никому нельзя заходить ни в гостиничный номер, ни в гримерку. Российские селебрити стараются не отставать от западных коллег, но это им, к сожалению, не всегда удается. Филипп Киркоров, хотя и король, редко возит с собой личного повара и отличается весьма покладистым нравом. Но вот Сергей Зверев старается изо всех сил и указывает, что персонал к нему должен обращаться только используя титул, которым он наградил себя сам – суперзвезда. Зимфира требует обязательный люкс в отеле с пятью звездочками, десяток сырых яиц и возможность курить там, где ей захочется. Светлана Лобода тщательно поддерживает звездный статус. Как можно догадаться, эта девушка совсем не так скромна, как Зимфира, и ее требования едва умещаются на 20 страницах. Яркая блондинка любит поесть запеченные лососины и салат из рукколы с помидорами черри. Также она включила в райдер новый чайник, хлопчатобумажные носки и лейкопластыри. А несоблюдение хотя бы одного пункта повлечет за собой отказ от концерта, судебный иск и выплату неустойки. Мастер-классы и уроки по личностному росту от Ксении Собчак обходятся организатором ой как недешево. Лучший отель и лучший номер, температура воздуха в котором должна быть 20 градусов, вроде бы не кажутся чем-то особенным, но к еде Ксения относится трепетно. Обычно гастрольное меню Собчак составляют картофельные дранники, салат овощной, гречка с грибами по-домашнему, цыпленок жареный, куриный бульон, зефир со вкусом пломбира, шоколад, орехи, фрукты и мед. Присутствие официанта – обязательное условие Ксюши и вынесено в отдельный пункт райдера. Лолита испытывает страх перед длительными путешествиями и не любит ездить на гастроли в вагоне, в котором едут посторонние люди. Конечно, звезда предпочитает лететь, но когда такой возможности нет, то она требует оплату отдельного вагона, где ее никто не побеспокоит. Утюг и гладильная доска, а также 8 банок энергетического напитка, охрану во время концертов и посещения публичных мест требует Сергей Лазарев, которого во время съемок часто сопровождает любимая собака. Никаких особенных условий по содержанию собаки певец не выдвигает. Один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса и «Мечта миллионов женщин» Стас Михайлов настаивает, чтобы водитель был молчаливым, а отель должен быть оснащен залом для занятий фитнесом. Для своих гостей непьющий сладкоголосый певец требует молодое итальянское вино, урожая 2003-2009 года. Известно, что рэпер Эсте на гастролях просит конфеты ММДМС только желтого цвета. А вы знаете, что это именно ему мы обязаны песнями, которые исполняет Ольга Бузова. Может быть, в этих волшебных желтых конфетках и кроется причина популярности хитов Ольги, или у кого-нибудь из вас есть другие предположения? Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!